Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Стало известно о том, что Тамара Гверцетелли еще 8 марта прошлого года отказалась уходить и поздравить российских женщин. Об этом писали СМИ. Она так и не выражала свое несогласие. Просто она сказала, что у нее обострилось чувство родины. После 30 лет заработков в России у нее обострилось чувство родины. Она уехала в Грузию просто и все. 8 марта она уже не выходила поздравлять российских женщин. Вот так вот она поступила. Она потеряла маму. Это был большой удар для нее. Длительное время она провела чуть ли не в затворничестве. И потом стало известно, что она отдаст концерты, но, конечно, не в России, а в Америке. То есть, она до этого зарабатывала 30 лет в России. И тут вдруг что-то случилось. У нее обострилось чувство родины. И она решила дать концерты в Америке. В 8 городах она, как пишут СМИ, должна была выступить. И вдруг, неожиданно, начала выступать на месяц раньше. Она находилась в Америке и решила начать выступать на месяц раньше. Предполагает, что у нее финансовые трудности без России начались. Вы знаете, дело все в том, что его уже называют... Это первый ее концерт после того, как она уехала из России. В Америке этот концерт состоялся, еще раз повторюсь, скандальным этот концерт. Почему? Потому, что она не спела ни одной песни на русском языке. Ни одной. По крайней мере, так пишут в СМИ. То есть, если мы верим этому, комсомолка пишет об этом, значит, мы приходим к поводу о том, что она не просто уехала, она просто исключила русский язык. Потому, что она понимает, что Америка, Грузия и так далее. Но не Россия. Значит, что пишут СМИ по этому поводу? СМИ пишут следующее. Тамара Гверцетеля дала скандальный концерт в Нью-Йорке. Значит, летом она собиралась объехать 8 американских городов. Билеты от 75 до 125 долларов. Значит, готова она также выступать и на корпоративах. Чуть больше 4 миллионов рублей она просит за корпоратив. Возвращаться в Россию она не собирается. В качестве компромисса готова выйти на сцену в Турции или в Арабских Эмиратах. Имеется в виду на корпоративе. Значит, на днях она выступила в Нью-Йорке, в Бруклине, перед русскоязычной публикой. Зрители, в основном пожилые люди, эмигранты из бывшего Советского Союза. Проходил концерт в камерном зале. Вот первая реакция публики в соцсетях. Только что родители вернулись с концерта Тамары Грицидели, пишет девушка. Она ни одной песни не спела на русском языке. Как будто бы пела по-грузински и на языке сопредельного государства. Значит, зрители пишут ни одной песни на русском языке. Этот пост в русскоязычных пабликах спровоцировал скандальное обсуждение. Вот что пишут люди. Поедет за баблом в Россию, начнет петь по-русски. Ничего нового, просто думала, что она умнее. Тамара, видимо, умом не отличается особо и не оценила свою аудиторию, которая практически целиком состоит из пожилых людей, которые ее помнят с времен СССР. Американцы на Тамару не пойдут. На каком бы английском она ни пела. Грузины тоже, у них свои звезды. Значит, реклама на концерт была на русском языке, это раз. А потом люди же прекрасно помнят, на каком языке она пела все эти годы. Понимаете? То есть, по сути, для людей это шок просто. Потому что Тамара Гверцетели представляет совершенно по-другому. Но Тамара Гверцетели делает то, что делает. Она не поздравила женщин с 8 марта. Уехала в Грузию. Анонсировала концерты не в России, а в Америке. Не говорим уже о поддержке на Донбассе. Это вообще для них не стоит вопрос. Просто уехала в Америку, выступила и не спела ни одной песни на русском языке. Выводы делать только вам, что называется. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку закрепленную на комментариях в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Продолжение следует...